В этот особый день жизни Церкви, так называемый праздник Пятидесятницы, обычно мы говорим о двух вещах. О Церкви, потому что это день рождения Церкви, и о Духе Святом, потому что Он сделал возможным это явление рождения Церкви. Сегодня мы поговорим о втором, о Духе Святом. Есть интересная история, возможно легенда. Много лет назад произошла здесь, в Америке, индейца, который впервые оказался у океана. Всю жизнь не видел океан, увидел океан, был шокирован. Он попросил банку у людей, которые были с ним, ему дали банку, он подошел к воде, набрал банку, в банку воду. Ему спрашивают, его спрашивают, а зачем ты это сделал? Он говорит, о, дорогие, в моей деревне никто не видел этой великой воды. Я вот набрал в банку для того, чтобы им показать, как велика эта вода. Мы понимаем, что люди увидят эту соленую воду в баночке, скажут, действительно, великая вода, да? Вряд ли. Что-то подобное происходит с проповедником, который решается говорить о Духе Святом. В нашу баночку 45 минут очень мало что вместится. Мы попытаемся сегодня прикоснуться к этой великой воде, к этой третьей личности Божества. Нам необходимо даже попытаться разобраться хоть немного в том, насколько это уникально, великая личность Бога, триединого Бога. Писание открывает нам достаточной информации, чтобы мы знали Бога, чтобы мы понимали, что Он Бог один в трех лицах. И о Духе Святом действительно, вот если спросить рядового христианина, очень мало известно. Мы мало чувствуем, мало ощущаем Его, очень сложно проследить Его действия или тем более спланировать действия Духа Святого. Вот сегодня в три часа Дух Святой будет что-то производить. Он не подконтролен человеку, и вместе с тем мы все напрямую зависим от работы Духа Святого. Я хочу начать издалека, потому что тема большая, и нам необходимо обратить внимание на один интересный текст в Ветхом Завете. Одна интересная история произошла в книге «Третья книга царств», 19-я глава. Это история с пророком Илией. В предыдущей главе он одержал феноменальную победу над уже пророками того времени. Они все уничтожены. Прекрасная победа. Затем в 19-й главе Изавель говорит, вот то, что ты сделал с этими пророками, будет с тобой завтра. У него серьезнейшая депрессия. И затем происходят интересные события, о которых я хочу вместе с вами прочитать. Итак, книга царств, «Третья книга царств», 19-я глава, мы начинаем с 7-го текста. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и подкрепился тою пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива». Другое название этой горы – это гора Синай. Итак, он из Израиля идет на гору Синай. Десятый текст. Он сказал, извиняюсь, девятый текст. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиле оставили завет твой, разрушили твоих жертвенников и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, встань, а выйди и встань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет. И большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не ветри, Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь, после землетрясения огонь, но не в огне, Господь, после огня веяния тихого ветра. И все. Так где же Господь? Интересная история, в которой как бы отсутствует кульминация. Вот шум, ветер, землетрясение, огонь. Ну, сейчас будет что-то вроде атомного взрыва. Ну, по кульминации, вот нарастающее, но что-то должно быть еще очень необычное, еще мощнее, еще шумнее, еще ярче. И такая антикульминация. Веяние тихого ветра. Мы все знаем, вы понимаете, что Бог везде. И когда этот текст говорит, Бог не в ветре, Бог не в землетрясении, Бог не в огне, это не значит, что это Бог приводит этот ветер, Бог приводит это землетрясение, этот огонь, Бог везде находится. Мы знаем богословие хорошо, Бог вездесущий. Но эта история говорит о том, на что нужно обратить больше всего внимания, на что акцент, где Бог хочет особым образом себя показать. Он показывает себя в огне, в землетрясении, в ветре, все. Но в тишине такое тихое веяние ветра, тихий голос. Вот туда обратите внимание. Он говорит, Илья, вот сюда обратите внимание. Ты думаешь, вот гора кормил вот эти сотни лжепророков, которые шумом уничтожаются, огонь сходит с неба. Вот ты видишь, вот это Бог. А я работаю очень часто в тайне, очень тихо и незаметно. И он говорит, смотри, 18 стих. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей всех, всех сих коленей не преклонились пред Валалом. И всех сих устан не лапзали его. Другими словами, ты говоришь, я один остался, пророк, я один. Все остальные отвернулись от Бога Израиля. Он говорит, подожди, я в тайне незаметно для тебя, для окружающих работаю. Причем семь тысяч у меня. У меня тысячи, с которыми я работаю. Итак, шум, ветер, огонь привлекают внимание. Бог говорит, но я в веянии тихого ветра. Откройте теперь вторую главу книги «Деяния». Еще раз начнем читать этот текст, который мы только что читали. Вторая глава с первого текста. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них. И исполнились все Святого Духа. Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Шум, ветер, огонь привлекает внимание. Шестой стих, когда сделался этот шум, «собрался народ». Да. Но что происходит дальше? При покаянии верующих людей в конце этой главы, те, которые услышали проповедь, которую мы прочитали, 37 стих и далее. Давайте прочитаем. «Услышав эту проповедь Петра, они, это все люди, которые присутствовали от шума, от огня, от всего, от ветра, все собрались, услышав это, они умилились сердцем». Откуда это? Как-то можно измерить, заметить измеритель какой-то, прибор какой-то, как-то проследить, где, где, как это, что это за уникальное явление. «Умилились сердцем» и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» Смотрите, 41 текст. «И так охотно принявшие слово, его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. А где вот с ними тот же самый ветер? Где с ними эти огненные языки? Где этот весь шум? А с ними просто присоединились, просто умилились сердцем? Да как, где же тогда все внимание этой главы? «Бог присутствует в ветре?» Да. «Бог присутствует в огне?» Да. Но эта глава говорит, обратите внимание, когда Дух Святой начинает незаметно, тихо менять сердца, это и есть праздник. Это и есть праздник, потому что ученики получили Духа Святого для чего-то. Это еще не конец, это не самая полная картина. Они начинают свидетельствовать, проповедовать на разных языках для того, чтобы Евангелие распространялось. И даже не в этом самое главное, а что происходит потом? Три тысячи тайных изменений сердца произошло. Илья, не ошибайся. Ты думаешь, вот этот шум, вот эти вот все большие такие явления с пророками, убийство, все, очищаешь, потом у тебя депрессия. Нет, нет, я работаю, я работаю. Дух Святой работы, тысячи для Его Царства сохраняются. Да, нас должно привлечь внимание шум, ветер, огонь, но больше всего нас сегодня должно интересовать именно то, что происходит в тайне, в тишине, скрыто. Это возрождение душ. Это действие Духа Святого, который пробуждает людей к жизни вечной. вот это праздник. Еще один элемент, подтверждающий это, первый текст второй главы, при наступлении дня Пятидесятницы. Всем известно, что в Ветхом Завете это праздник так называемых седмиц. В Левита 23 глава, 20 стихе и числа 28-26 сказано о том, что во время этого праздника приносится хлеб первых плодов. первые плоды Пятидесятницы это хлеб, приносямый Богу из первых плодов. Вопрос, кто во второй главе является первым плодом? Ученики получили Духа для того, чтобы Бог использовал их как инструменты для того, чтобы пожать что-то. И вот эти три тысячи это и есть тот самый первый плод, который приносится к Богу во славу. Мы будем исследовать этот текст более подробно, но прежде нам нужно разобрать само явление, возрождение, возрождение, что такое, как оно происходит. Это очень важно, чтобы нам затем точнее понимать, что же это произошло в тайне, незаметно. Для людей три тысячи изменились. Вот это уникальное явление. Нам нужно к этому подготовиться. Итак, немного посмотрим на доктрину о возрождении человека. Это очень важно, потому что сегодня присутствуют люди, которые, возможно, думают, что они верующий человек, знают Бога, знают о Боге, но не пережили возрождение. Что же это за явление? Давайте мы посмотрим на Писание. Чтобы нам проще понимать, я немножко организовал это тематически. Первое. Дух Святой это производит, и нам нужно обратить внимание на Духа Святого. Дух Святой является личностью. Возрождение производит личность Духа Святого. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам. Четвертая глава, тридцатый текст говорит следующее. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Когда мы были искуплены, в момент спасения, искупления, мы были запечатлены Духом Святым, но интересно, он говорит, для верующих наставление, не оскорбляйте. очень многие люди в христианстве даже воспринимают Духа Святого как какую-то силу, электричество, которым пользуются когда надо. Нажали на Духа Святого, заставили его что-то сделать, и вот он как сила какая-то, которая там что-то исцеляет, что-то делает, и этот текст говорит, стоп, остановитесь. Вы говорите, вы имеете отношение с личностью, которую можно оскорбить, обидеть, непочтить, это не электричество. Еще один текст, Евангелие от Иоанна, 16 глава, пожалуйста, откройте, 16 глава, 13 текст. Когда же приедет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Итак, Дух истины, Он говорить будет, Он будет еще не просто говорить, а Он будет наставлять. Для того, чтобы кто-то наставлял, это должно быть личные соприкосновения. Это не просто какая-то вот ты проснулся и у тебя раз какая-то информация появилась. Это соприкосновение двух личностей, которые, как вот отец сыну передает какую-то личность, им нужно вместе сесть и побеседовать глаза в глаза и говорит, слушай, сынишка, я тебе объясню, как тебе нужно строить свою жизнь. Вот что-то происходит здесь. Дух святой наставляет, это опять же подсказывает нам, что это личность. Еще одну главу, две главы прежде, 14 глава Евангелия меня соблюдите мои заповеди и я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. И 26 текст утешитель же Дух святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Я не знаю, если когда-либо вам приходилось утешать людей, утешать людей невозможно толпой. Никогда утешение не происходит. И вот когда происходят похороны, когда кто-то говорит, все сразу говорят, я, дорогие, я не могу утешить. Да почему? Потому что утешение подразумевает сесть рядышком, положить руку на плечо и определенные душепопечения, определенный разговор должен состояться, где я должен понять человека, выразить свое соболезнование, помолиться, поплакать вместе, понять этого человека, взять какую-то боль на себя. И вот это мы называем утешение. Конечно же, это не просто вот какая-то вот сила, этот человек должен, Дух Святой должен положить руку на плечо и должен иметь определенное соприкосновение. Итак, Дух Святой является личностью. Это очень важный момент на пути к пониманию, что такое возрождение. Второй момент. Дух Святой есть Бог. Дух Святой есть Бог. Это не просто еще одно божество. Нет, Бог один в трех лицах. И это не просто какая-то сила. Он есть Бог. Деяние. Откройте, пожалуйста, книга Деяния, вторая, пятая глава. Она не сапфира. Продали дом, продали имущество, имение. Но решили немножечко спрятать, но представить все как бы, если бы они жертвуют абсолютно все, за что они продали этот дом или имение. И вот, что мы читаем. Произошло. Услышав сии слова, Анания пал без дыхания. Извиняюсь, давайте с третьего стиха. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил в сердце твоем солгать не человеком? Ты солгал не человеком, а Богу. Параллель идет. Вы солгали Духу Святому. В следующем тексте он говорит, вы солгали Богу. одна и та же личность. И третий очень важный момент, Дух Святой он производит возрождение. Дух Святой производит возрождение. Евангелие от Иоанна. Вечерняя беседа Иисуса Христа с Никодимом. Откройте, пожалуйста, третья глава. Это даже не вечерняя, ночная. Потому что он пришел к Иисусу ночью. Второй текст говорит. Читаем с третьего. Иисус сказал ему в ответ, Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, Истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно родиться, вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Спасение невозможно без возрождающего действия Духа Святого. Это таинственное, сокровенное действие происходит не по нашему расписанию. И не всегда мы можем даже проследить, когда оно начинается, когда оно заканчивается. Это точно не внешнее изменение в поведении. Очень многие говорят, ну вот, он начал ходить в церковь. Дело в том, что если мы посмотрим на Никодима, то его внешнее поведение было построжайшим моральным принципам. Если бы вы не знали об этой беседе и просто посмотрели на Никодима со стороны, сказали, какой благочестивый возрожденный человек. А он приходит ко Христу и говорит, Христос ему говорит, ты должен родиться свыше. Не измеряем мы внешними моральными принципами рождения свыше. Посмотрите, почему именно эта история для нас составлена. С Никодимом, у которого у вас внешне было все замечательно, а внутренне не было изменения. Как много людей делают ошибку. Так что же происходит в тот момент? Дух Святой помещает в душу человеку что-то новое, что-то настоящее, что мы называем святость изнутри, свет-праведность изнутри. Это не просто новый характер, но новая сила и способность делать правильные вещи от сердца. От сердца. Там приходит рождение свыше. Еще один текст, это послание Титу, 3 глава. Мы обратим внимание на 5-6 тексты. Он спас нас не по делам праведности, и Никодим стоит рядом и говорит, да, 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 точно, точно. Который бы мы сотворили, и мытарь говорит, о, да, точно нет. А по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего. Итак, вот оно возрождение и обновление Духом Святым. Это делает Бог, Он это делает через Иисуса Христа Спасителя нашего. Другими словами, не будет проповеди об Иисусе Христе, не будет правильного понимания о Иисусе Христе, не будет возрождения. И, кстати говоря, на удивление, вся проповедь Петра об Иисусе Христе, которую мы только что прочитали, вся эта проповедь от ада, я проповедь об Иисусе Христе. Это то, как Дух Святой заходит через проповедь Иисуса Христа, о Иисусе Христе. Итак, Дух Святой возрождает. А теперь мы обратим внимание на наш текст. Откройте, пожалуйста, Деяния 2 глава. Мы еще раз прочитаем с 37 по 41 текст. Вот то тихое веяние, вот тот тихий голос, который не Илья и многие другие не замечали, но Бог тысячи людей спасал. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, «Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и уищевал, говоря, «Спасайтесь от рода сего развращенного». И так охотно принявшие слово его, крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. Итак, следующий момент, очень важный. «Дух Святой влияет на сердце». В этом тексте мы видим, что в 37-м, услышав эту проповедь Петра, первая реакция, первое, что делает Дух Святой, они умилились сердцем. Умилились сердцем, если у вас сейчас открыт английский, один из английских переводов, скорее всего, вы видите, там сказано, они были пронзены. Слово, которое они услышали, оно проникло в сердце, оно коснулось этих сердец, они были сокрушены в сердце. Что же конкретно сокрушило их? Потому что, понятное дело, мы объясним это явление. Ну вот, сердце умилилось, вот сердце сокрушилось, вот Бог коснулся сердца. А что конкретно привело к этому сокрушению? Что конкретно? Какие элементы? Нам нужно вернуться к этой проповеди, основной костяк этой проповеди, 22 стих по 36. Первое, что Дух Святой, каким образом Он влияет на сердце, какие истины, конкретные истины Он берет и начинает тихим голосом к нашему сердцу говорить. Первое, Он говорит, «Христос, обещанный Мессия». Христос, обещанный Мессия. Смотрите, 22 стих. «Мужи израильские, выслушайте слова сии». Его проповедь сразу начинается с Иисуса Назарея. «Мужа засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас». Как и сами знаете. Он начинает проповедовать об Иисусе Христе. 32 текст. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему вы свидетели». 36. «И так твердо знай, весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Итак, для этих людей, которые слушали эту проповедь, Иисус действительно был реальностью. Им никто не говорил, «О, подождите!» «Не-не-не-не-нет». Это кто-то придумал тысячу лет назад, как сейчас люди говорят. Для них это была реальность, потому что ровно 50 дней назад в этом городе был распят Христос и воскрес. Итак, для них это реальная историческая личность, но для них он просто может быть пророк, для кого-то политик, для кого-то даже обманщик. У них у каждого какое-то свое понимание Иисуса Христа, но этого было недостаточно, и когда Петр встает, он объясняет, это тот самый Мессия, которого мы ждем. И вдруг все проясняется. Знаете, люди приходят в церковь, люди живут в этом мире, у каждого свое какое-то понимание об Иисусе Христе. Для кого-то он просто говорит, это обманщик. Кто-то говорит, не, он пророк, он хороший пророк. И когда проповедуется Евангелие, вдруг личность Иисуса Христа становится понятной. Он Мессия, Он Спаситель, в Нем же извечен. Он Сын Божий, Который умер вместо меня за мои грехи. Вдруг все становится на свои места. И так, первое, это то, что умилило их, они вдруг осознали, слушай, так это же, это же тот самый Мессия, которого мы ждали. Если вот вы посещаете церковь, а может быть, просто дома читаете, изучаете Слово Божие, и вдруг просто понятно, я понял, кто есть Иисус Христос. Так вот, дорогие, хорошая новость для вас. Дух Святой работает. Это чудо, это Дух Святой просто вдруг открывает, я понял, кто Иисус Христос. Второй очень важный элемент, который умиляет сердце, я назвал его вот такой цитатой, как бы человек думает и говорит, я причина смерти Христа. Я причина смерти Христа. Первое, я ясно понимаю, Христос обещанный Мессия. Второе, я причина смерти, потому что в самом начале этой проповеди, в самом конце, знаете, такие скобочки своего рода, Петр говорит, мужи израильские, выслушайте слова Си, Иисуса Назарея, мужа за свидетельством вам от Бога, силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как сами знаете, 23 текст, всего по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили, вы убили, неприятно это слышать, 36 стих, всего Иисуса, которого вы распяли. 50 дней прошло, дорогие, и тысячи людей приходят, поэтому мы можем справедливо допустить, что не все присутствующие напрямую были связаны со смертью Иисуса Христа, другими словами, не все присутствующие стояли перед Пилатом и кричали, распни его, распни его, распни его, не все, можно допустить, что не все. Почему же тогда Петр имеет такое дерзновение сказать, вы все распяли Иисуса Христа? Это очень важный элемент, потому что это значит, что в той толпе и мы, потому что он подразумевает следующее, это не просто вы кричали, распни, он идет шире, он говорит, вы что-то сделали, что стало причиной его смерти, а именно, все Писание далее открывает, ваш грех. И если это так, то в эту же категорию попадает и сегодня человек, который живет две тысячи лет. Он скажет, да я же никогда Пилата даже не знал, да как я же бы мог, это две тысячи лет назад, я и стал причиной смерти Иисуса Христа, совершенно верно, твой грех, из-за твоего греха Христос умирал. И поэтому Петр смело говорит этим людям, всем, он говорит, абсолютно все, даже которые приехали с Эфиопии, там перечисляются многие разные страны, которые совершенно не были в курсе. Он говорит, не-не, это вы, вы причина смерти. И вот то, что умиляет человека, который слышит Евангелие, вдруг он понимает, что слушай, подожди, так это значит, что и мой грех послужил причиной смерти Иисуса Христа. Совершенно верно Петр говорит. Третий. Когда Дух Святой начинает работать с сердцем, человек, оно умиляется, сокрушается, человек говорит, посреди всего этого, Христос Мессия, мой грех стал причиной Его смерти, а Бог милостив, а Бог очень милостив. 33 текст, смотрите, «Итак, Он, быв вознесен десницей Божию, это после того, как Он пострадал, умер на кресте, Его распяли эти люди, грешники, Он воскрес, затем был вознесен славой Божией в небеса, ну и надо было оставить все теперь, этих людей, негодяев». И смотрите, а Бог говорит, «Не, нет, моя милость теперь начинает изливаться особым образом, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите, заслуживают эти люди, которые сейчас там стоят». Нет. Многие из них реально, прямую были причиной страданий и смерти Иисуса Христа, другие косвенно своим грехом стали причиной, заслуживают – нет, но Бог проявляет милость. Бог проявляет милость. Послание к Римлянам, 4 глава, открывает нам вот этот интересный момент, когда Бог особым образом, во 2 главе, 4 стихе, Бог подчеркивает свою милость и благость, доброту, которая побуждает человека к покаянию. Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. И вот эти люди слушают Петра, который говорит, вы распяли, да, он Мессия, да, но Бог милостив, и Он изливает духа для того, чтобы сегодня вы получили прощение грехов, спасения. И вдруг человек умиляется сердцем, потому что, слушай, это же милость, это же совершенно не заслуживание. Все, что я сделал, я сделал грех. А тут Бог предлагает даром прощения. Вы знаете, когда-нибудь, наверное, сталкивались с такой ситуацией, у меня несколько раз в жизни было, когда ты едешь на дороге или на улице или на фривей, и у тебя намерение поменять линию. И по какой-то причине вы решили не менять. Все-таки, ладно, останусь. Вот тут все выстроились гуськом. Ладно, не буду менять. Как только вы это принимаете, вдруг вы в тот же самый момент замечаете, что туда, куда вы хотели перестроиться, там машина была. У вас бывало такое? И вы так просто в шоке и в таком облегчении, что хорошо, что никто не перестроился. Такое бывало, нет? Вот что-то подобное происходит в этот момент, когда Петр объясняет и говорит, слушайте, дорогие, вы должны были быть на том месте, на том кресте, но Бог усмотрел совершенно другой путь. И вдруг у них такое просто как бы облегчение. Слушай, так это же выход. Я избегаю вечного наказания. Как узнать, если вот действительно Дух Святой начинает истину о Христе, о вашем грехе, о Его милости начинает открывать вам? Как это узнать? Как это проследить? Если это запустился процесс, очень просто. Посмотрите, тридцать седьмой стих. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Как узнать, если человека коснулся Дух Святой? Когда умилилось сердце, как узнать, вот умилилось сердце или нет? Человек, который умилился, у которого сердце сокрушилось, он начинает, Господи, что мне сделать? Что я должен сделать? В этой же книге, книга Деяния, в 16 главе есть и подобная история, когда Петр и Сила были в тюрьме, и начальник тюрьмы слышал, как они пели, молились. Происходит землетрясение, и посмотрите, что происходит дальше. 16 глава, 25 текст. Около полуночи Павел и Сила молясь и воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебались основания темницы, тотчас затворили все двери, и у всех узы ослабели. Но не там сила, мы уже знаем, что землетрясение это привлечь внимание. Мы уже знаем, что это не главное. Дух Божий действует, Он трясет землю, Он огонь, все, все. Но не здесь. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Ему нельзя, потому что если узники убежали, его жизнь будет вместо их. И он не хочет этого позора. Но Павел возгласил голосом, громким голосом, говоря, не делай себе ничего, никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Он же сказал ему, «Верую в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». Дух Святой работает, привлекает внимание, да, но невидимым образом, в тайне, незаметно, и еще один человек задает вопрос, что мне делать, а Дух Святой, значит, уже работает. В Элс, Вэлс, существует такая старинная легенда, возможно, даже история, в которой известный принц Лувелин великий имел хорошую, верную охотничью собаку. и вот однажды он вернулся домой и его встречает собака, но она в крови. У него сразу же зародилась нехорошая мысль. Скорее всего, она напала на моего сынишку, годовалого, который в кроватке лежал. И он бежит в комнату к сыну, забегает в комнату, видит, что кроватка действительно опрокинута, сына нету и вся комната в крови. Вся комната в крови. он хватает меч, не думая, убивает эту собаку. Она скулит, умирая, и когда она скулит, вдруг он слышит голос своего сынишки. Он подходит, и оказывается, сын оказался под кроваткой придавленный. Но когда он смотрит за кроваткой, дальше лежит убитый волк. И он вдруг понимает, что его верная собака спасла его сыну жизнь. Оказывается, она погибла совершенно невинно. И в тот момент этот человек был сокрушен в сердце. когда он понимает, что она дала свою жизнь для того, чтобы защитить его сына. А он стал причиной этой совершенно ненужной смерти. когда человек слышит Евангелие, и он понимает, осознает свой личный грех, он является причиной, почему Христос умер. Он вдруг понимает, что только Христос есть единственная заместительная жертва, которая достаточно покрыть вину многих людей, и мою точно. И в тот момент происходит подобное умиление сердца. Я негодяй тот самый. Все, что делал Христос на земле, он пришел и исцелял, проповедовал о любви, благовествовал и даже отдал жизнь. И тут я смотрю на себя, негодяй, который убил его. Дорогие, если это вас не умиляет, тогда вы будете искать шума, тогда вы будете искать какого-то ветра, какого-то огня, вы какие-то будете ярких явлений искать, но Дух Святой работает в тиши Евангелия. Дух Святой следующее меняет мышление. Он касается сердца, тихо, тихо, спокойно, незаметно, он начинает говорить сердцу, затем он открывает, меняет, преображает мышление. Посмотрите 38 текст, мы возвращаемся в Деяние 2 глава. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Этот текст не предоставляет нам хронологию. Вот первый, второй, третий. Этот текст Петр перечисляет вещи, которые являются компонентами реального рождения свыше. В этом есть покаяние, в этом есть крещение, есть прощение грехов, есть присутствие Дар Духа Святого. Он не ставит жесткую хронологию, поэтому мы просто обратим внимание на на главное. Покайтесь. Покайтесь. Это очень известное греческое слово, которое говорит о перемене мышления. Перемена мышления. Дух Святой начинает побуждать, направлять нас, менять перспективу на то, как мы на все смотрим. Это не просто чувство вины, дорогие, послушайте, очень многие христиане успокаиваются в 37 стихе, они говорят, вы умилились сердцем, вам грустно стало, вы сожалеете о своих грехах, да, 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 ну все, идите. Стоп! Куда вы отпускаете? Нельзя! Это еще не рождение свыше, 37 стих. Дух Святой начинает работу, да, он уже работает с сердцем, сто процентов. Он начинает с сердца всегда, потом он переходит к разуму, смотрите, покайтесь, это нужно поменять мышление, как много людей думают, что главное почувствовать какое-то сокрушение в сердце. Это хорошо, дорогие, не удаляйтесь от этого, когда сердце поломано, когда сердце сокрушается, это замечательно, теперь вы начнете задумываться. Конкретное действие апостол Петр упоминает, это перемена мышления, это признание своего греха, вот в этом слове покайтесь подразумевает перемена мышления, признание своего греха, просьба о прощении, прости меня, это выражение признательности и покорности Богу и отречение от греха, сказать нет греху, нет греху, покаяние, это сказать нет этому образу жизни и теперь сказать да, другому направлению жизни, это все покаяние, дорогие, это осознанный шаг, почему мы говорим, что Дух Святой не только работает с сердцем, он начинает формировать убеждения определенные, покаяние, это осознанный шаг, я ощутил чувство вины, да, вы ощутили чувство вины за свой грех, вы сделали, можно на этой неделе, может быть сейчас вы сидите слушаете, да, я вспоминаю этот грех, второй, третий, четвертый, и чувство вины перед Господом, перед Богом, который все это знает, замечательно, следующий момент, это осознанный шаг, сказать нет греху, исповедовать его, попросить у Бога прощения и посвятить себя новой жизни, апостол Павел это сформулировал другим образом в Римлянам 12 глава, смотрите, второй текст, это то, что присутствует теперь в жизни верующего человека постоянно, но в день покаяния это произошло впервые, второй текст, и не сообразуйтесь с веком всем, сказали нет греху, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, это посвящение Богу, это стремление угодить Богу, знать его волю, сказать нет греху, это все он объясняет покаяние, которое будет присутствовать в жизни верующего человека всегда, в моей жизни, каждый день и в вашей жизни, но для неверующего человека рождение свыше начинается впервые вот этот процесс, нет греху, преобразование ума нашего и сказать да воле Божьей и узнавать ее, познавать ее, благая, угодная, совершенная, это дорогие присутствуют теперь в жизни верующего человека и впервые происходит момент покаяния у неверующего человека, он входит этот, он сказал нет греху, он сказал да воле Божьей и в этот момент меняет отношение ко всему этому, это и есть выражение своего посвящения, здесь он подчеркивает, это будет видимым образом, затем провозглашено через крещение, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, будет присутствовать прощение грехов в этот момент, последнее, Дух Святой открывает Писание, Дух Святой касается сердца, Дух Святой преобразует разум и он начинает открывать Писание, он начинает открывать Писание, 40 текст, 41, и другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего возвращенного, и так охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилась в тот день душа около трех тысяч. Что мы наблюдаем? Очень важный процесс. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Мы часто об этом говорим, потому что спасительная вера проявляется, когда проявляется, выявляется, когда проповедуется Слово Божие. Мне очень нравится этот 40 текст, потому что написано и другими многими словами он свидетельствовал. Очень часто подходят люди и говорят, вот смотри, пастор, вот ты проповедуешь 45 минут, час. Смотри, Петр, 22 по 36, две минутки проповедь, 3000 покаялся, ты 20 минут проповедуешь и никто. В чем дело? А я говорю, смотрите, 40-й. И другими многими словами он свидетельствовал, увещевал. Другими словами, у нас только может быть вступление к его проповеди. Еще очень много пунктов, которые Дух Святой посчитал не упоминать для нас. Другими словами, это был обстоятельный разговор, объясняющий очень много доктрин, действий Божьих, примеров, иллюстраций и так далее. Он убеждал, увещевал, говорил и в итоге написано и так охотно принявшие слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Вот оно покаяние. Они покорились, приняли Слово Божие. А где здесь шум? Подождите, а где здесь шум, где здесь огонь, землетрясение, разные языки? Они просто приняли Слово Божие и Дух Святой говорит. И они действительно присоединились к церкви, они стали той самой первой церковью, и вот этой три тысячи уже никакого шума нет. А Дух Святой, мы без сомнения говорим, там Дух Святой есть, там Дух Святой действует, а где шум? Нет. Очень важное обращение ко всем нам сегодня. Дорогие, ведь Бог мог показать Илии в Ветхом Завете о том, что Он ни в шуме ветра, ни в огне, о веянии тихого ветра, Он мог это ему показать дома. И вместе с тем Он говорит, нет, покушай, иди 40 дней в одну сторону, а потом 40 дней назад, 80 дней в пути, три месяца в дороге для того, чтобы услышать веяние тихого ветра. Вы скажете, ага, на 40 дней сейчас идем куда-то. А если хотя бы 40 минут, хотя бы находить 40 минут успокоиться, ведь мы живем настолько в бурном времени, информации, шума и всего, что привлекает внимание, но успокоиться настолько, что прийти к той горе сена и успокоиться, и потом вдруг услышать веяние тихого ветра. И этого было достаточно, чтобы решить его проблему гордости о победе, депрессии, все решается, все одним простым прикосновением Духа Святого. Разучились, и поэтому нам нужно шуметь. Разучились, и поэтому мы хотим что-то яркого, громкого. И Дух Святой говорит, нет, праздник этот, это праздник, когда втайне три тысячи людей, семь тысяч людей. Вот это настоящий праздник. И вопрос простой для нас. А что Дух Святой сегодня вам говорит? Мы слушаем, размышляем о Слове Божьем. Задайте себе вопрос, будете ехать домой, размышлять в машине друг с другом. А что мне Дух Святой сегодня говорит? А говорит или у меня шум? Шум в голове, в сердце. Суета, боль, утрата, еще что-то, радость, и все это заглушает? Или же я действительно переживаю уникальную, чудесную, порой тайную работу Духа Святого? Он возрождает, а затем ведет по жизни. И, дорогие, поверьте, для Ильи это был переломный момент. Вот эта тишина. И для нас, если вы вспомните свои жизни, это когда Бог в тишине говорил один на один с нами, утешал один на один, обличал один на один, менял наше сердце один на один. Это прекрасно. Пусть тебя сегодня в этот особый праздник за работу Духа Твоего Святого. Теперь нам немножко больше понятно, почему так мало мы говорим или известно и заметно Духа Святого, потому что Он любит работать втайне, Он любит работать незаметно, без шума. Мы сегодня просим о том, чтобы Дух Святой в каждом сердце произвел свою работу. Для кого-то необходимо утешение, и Он есть утешитель. Для кого-то необходимо обличение, для кого-то необходимо возрождение. и это производит один и тот же Дух. Мы просим милости. Мы просим сегодня умиленных сердец, сокрушенных сердец, которые ясно понимают, кто есть Иисус Христос, ясно понимают свой грех, ясно видят Твою милость, мы сегодня просим на тех, которые еще воюют, не сложили свое оружие, борются с истиной. Для кого-то это нежелание сказать нет греху, просто нежелание. Для кого-то это нежелание сказать да Твоей воле, Твоей святости, Твоему пути. для кого-то это неверное представление о том, кто есть Иисус Христос и кто есть Дух Святой, как Он работает. Мы просим о том, чтобы сегодня истинно Слово Твое, оно разрешало все эти сложности, оно проясняло наше понимание, чтобы мы мы жили под водительством Духа Твоего Святого, чтобы мы замечали это тихое дуновение, это тихий голос, который сокрушает сердца, умиляет сердца, обновляет сердца. Мы просим это во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.